Здравствуйте жители и гости ютуба. Сегодняшнее мое видео будет являться продолжением серии видео из цикла складные ножи эпохи СССР. Первым экземпляром у нас будет вот такая золотая рыбка. Это всем известный нож-нарзанник, хотя что-то мне подсказывает, что данная зверюга скорее видела пивные пробки, чем пробочки от нарзана. Но тем не менее, судя по клейму, это производственное объединение Октябрь, город Ворсман, на что нам указывает вот такая птичка. Цена его была, этого зверяка, 1 рубль, что хотелось бы сразу отметить. Нож удивительно продуманный. Во-первых, это эргономичная форма, прямая функция данного ножа открывать бутылки, и он с этим справляется великолепно. Сюда у нас указательный палец, сюда большой, пробочка. Бах, все открывается, просто супер. Второй интересный момент, это форма его клинка. Клин повторяет форму спины данной рыбехи. Нож трехпредметный. Первый предмет, это у нас скрывалка. Второй предмет, это нож. Обух ножа очень тоненький, тут и двух миллиметров не будет, но достаточно острый. Предыдущий хозяин, видимо, хорошенько за ним ухаживал. Третий предмет, это вот такой консервный нож. Для открывания жетяных банок. Вот. Но, сразу хотелось бы отметить, что данный нож вряд ли пригоден для этой операции, поскольку здесь в обухе он даже до миллиметра не дотягивает. Поэтому, если вы рискнете таким ножиком открыть консервную банку, скорее всего, ножик придет капец. Вот. Но, тем не менее, он есть, и на крайний случай он вас спасет. Вот такой интересный зверь. Накладки алюминиевые, покрыты золотой краской. Кое-где местами она облезла, но в целом ножничек в хорошем состоянии. Очень приятная, изящная и милая вещица. Далее. Номер два. Это его собрат. Также, производственное объединение «Октябрь», на что вам указывает эта вот птичка. Их клеймо. Вот. Но на данном ноже нет цены. То есть, нож, скорее всего, был произведен в эпоху договорных цен и свободного ценообразования. То есть, это конец 80-х, начало 90-х годов. Вот. Нож уже не обладает изяществом предыдущего экземпляра. Накладки на металлические плашки, которые, кстати, нихреново ржавеют, сделаны из какой-то пластмассы. Вот. Но, принц достаточно мягкий. Такой грубоватый рисунок. Но, тем не менее, он есть. К особенности этого ножа, что можно отнести? Также он трехпредметник является, как предыдущий нож. То есть, открывалка для бутылок. Лезвие. Лезвие, кстати, уже здесь новые. Кто-то его переделал, в чем указывает нам вот эта заклепка, сделанная из гвоздика. И третий предмет у нас – это консервный нож. Кстати, работает все с приятным щелчком. В данном экземпляре косяк исправлен предыдущего ножа. Здесь консервный нож примерно около 1,5-2 мм. То есть, им вполне можно открыть банку. Хотя, учитывая его небольшую длину, будет это дело затруднительно. Ну, в принципе, жрать заходишь – откроешь. Вот. Особенностью этого ножа является то, что эта боночка, дистанционная эта стулка, сделана из пластмассы, из материала, из которого изготовлены накладки. Вот. То есть, такой интересный аспектик в этом ноже. В принципе, больше ничего в нем особо интересного нет. Он повторяет концепцию предыдущего ножа. То есть, нож-нарзальник. Он же пивничок. Вот. Ножечок-пивничок. Далее. Третий момент. Уж раз мы пошли по теме открывалок, вот такое вот чудо пристает нашему взору. Такой вот интересный нож для алкаш-вечеринок, или нож для туриста, или нож для кухни. Кому как больше нравится. Но в данном ноже его главной особенностью является это полноразмерная открывалка для консервных банок. Я ее пробовал, она реально работает. То есть, это ништяковая вещь, которую можно использовать на кухне, в принципе, в повседневном быту. Нож хорошо декорирован. Здесь мы видим, значит, что башня Кремля Нижегородского, надпись Нижний Новгород, наш Нижегородский олень. На другой стороне мы видим буквы С и П, что говорят там о том, что это нож сделан заводом сувенир в городе Павлова. Цена нехилая, 2 рубля 20 копеек. Вот. Что еще есть предметы? Кроме основного вот этого вот устройства. Есть у нас здесь штопор. Штопор не убитый, не сломанный, не вытянутый. Значит, его не открыли ни одной бутылки. Вот. И есть клинок. Клинок достаточно полноразмерный. То есть, вполне пригоден для каких-то туристических вылазок. Либо бахнуть портвишка на природе. Вот. В общем, что. Нож достаточно удивительный. Конечно, в кармане его не поносишь, но вещица вполне себе рабочая. Вот. Вот такой интересный нож. Достаточно, кстати, качественно сделанный. Приятные очень накладки. Вот. Едем дальше. Дальше. Еще один Павловец. Вот такой интересный ножичек Павловского сувенира. Его особенность это отлитые притины. Такие достаточно интересные. Солнышко такое. Спираль закручивает. А что у нас здесь есть? Буква ПС Павловский сувенир. Цена 2 рубля 10 копеек. Есть у нас здесь антабочка, чтобы не проиграть его где-нибудь по дороге. Дальше у нас есть вот такой предмет. Это консервный нож. В принципе, достаточно рабочий. Еще у нас что тут имеется? Имеется открывалка для бутылок, комбинированная с отверткой. И вот такое было лезвие. Лезвие, кстати, было достаточно длинное, но оно обломано в процессе жизни. Кроме того, есть еще штопор, но куда же без него. Ну, штопор что-то пытались открывать, поэтому штопор достаточно убитый. Вот. Вот таким, в принципе, ножичком можно было кого-то осчастливить в плане подарка. То есть, сделано достаточно все прилично. То есть, нож явно подарочного вида. Ну и последний экземпляр, куда же без нее. Это белка. ПК МОИР, производственный кабинет Московского общества охотников и рыболовов. Про белку говорить особо нечего. Это белка. Она есть, ела и будет есть. Все. Спасибо за внимание. До свидания.